Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Мы проводим запись бесед в серии, которая называется «Жития святых во свете Библии». Вопрос 1860-й. Разве Богу угодно, чтобы мы себя рвали, томили, жгли и изничтожали, как делали это пустынники? Ответ. Вообще-то, как говорят в Библии, всякого жито хватит на любую лопату. И из Библии все ереси происходят, когда вырывают из контекста один стих или даже несколько слов, и на них потом строят свое учение, подгоняя и кастрируя все остальное. Мысли и целые книги выбрасывая из Библии, чтобы сохранить свое любимое, на чем собрали последователи. А тот монашество только этим и занимается. Иоанн – креститель, основатель монашества. Чего ради? А в пустыне жил? А Божья Матерь – основатель монашества. А почему? Она не замужем была. Ну, это просто, как в мире говорят, чокнутым надо быть, чтобы так говорить. Исайя 55, 8-9. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Любая секта ереси строится только по этому принципу – узость взгляда на истину. Один стих вырывает, суббота, все, суббота, суббота на субботе. Другие – только уверовать в крещение, только по вере. Баптизм. У мормонов свое и у каждого один стих. А вот там заговорили на разных языках. Пожалуйста, пятидещество. Что говорят, от кого? Харизматы пошли еще дальше. Они восхищены духом. И валяются на земле, беснуются. Иоанн 23 февраля. Цитата. Кавычки открыты. Преподобный Антиох, будучи уже в преклонном возрасте, соорудил себе в одном пустыне на месте ограду и подвязался в ней также подвигами беспокровного жития близ него подвязался преподобный Антонин, тоже старец, и во всем подражал ему. И в пище, и в одежде, в бодрствовании, а также во вседневных и всеночных молитвах. Не в благовестии. Это парализованное. Это выброшенные из жизни люди были. И ни преклонные годы, ни старость, ни естественные немощи этого возраста не могли преодолеть преподобных и в терпеливом перенесении всех невзгод и подвижнической жизни. Они подвязались для угождения Богу. С таким усердием, как бы чувствовали в себе юношеские силы. Среди таких подвигов они и предали с миром души свою Господу. То есть ни одного дня по Евангелию не жили. Отсюда вывод. Дмитрий Ростовский не был рожден свыше. Это был прекрасный писатель, автор. Но он не знал пути Господня. Иначе бы он это ничего не написал. А это, этому подражают люди теперь. Он должен был взять жития только библейские, ну и те, которые шли и проповедовали к океану Златоуст. Пимен Великий, 27 августа. А почему? Да он сам такой был. И одобряя этих, он одобрял и себя. Покаяния у него не было. Как вы на святых как говорите? Да мы не знаем, святой ли он. И вы его не признаете за святого? Да, я признаю, церковь признала. Я говорю, да, Дмитрий святой. Хорошо написал, но не по Евангелию. Да что, не надо умирать от страха. Святой, не святой, Бог будет по Библии судить. Однажды пришел к Авве Пимену Ава Исаак. И увидав, что он возливал на ноги свое небольшое количество воды, сказал ему, как жестоко Инея удручает тело свое. Старец же сказал ему, мы не научены быть телоубийцами. То есть подковырнул его на ноги и в язвах льет воду. А тот подсмеялся над ним, как жестоко Инея удручает свое тело. Я сказал, какой же ты святой, когда на ноги льешь воду. Они должны быть в язвах, в струпьях. И Старец ответил, мы не научены быть телоубийцами. Значит, а остальные, которые так удручают себя, телоубийцы. Да кого прославляете и канонизирует? Это телоубийцы, Симеон Столбник. Это изуверство. Мазохизм в самом чистом виде. Евреям 13.7. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие. И взярая на кончину их жизни, подражайте вере их. Вот им надо подражать. Вопрос 1861. Когда писали жития, то читали же и грамотные православные пастыри-архиереи. Разве они не видели, что это путь не тот, какой указал Христос-то? А из них сделали образец для подражания, хотя ни одного слова об этом не читаем в Писании. Прямо вопрос-то такой люди задавали. Ну, тех, которые после-то писали жития и грамотные были, пастыри-архипастыри. Дмитрий Тарастовский, он был еще Четье Минея, Лапсаик, Прологи. Он-то на основании чего-то еще брал. То есть вот это не сегодня завелось. Ответ. Иоанна 5.44. Заучите это наизусть. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога не ищете? Мне это понятно было сразу. Вот в чем беда. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Все, что монашеское, все прославляется. И славу друг от друга принимают. Я его прославляю, он меня. Видение было, храм построил. А если монастырь, то уже святое определенно. Путь во святое, потому что потом тебя резали, храмсали покойника, был через монастыри. Интересно слушать, как архимандриты и просто монашествующие, семинаристы-то, бритые, ратуют за святых в житиях. У самого такая физиономия. Больше полцентра с чужого мяса носит. И он прославляет святых лицемер. Ну, по крайней мере, хотя бы они не такие, но подражай им. Измождай свое тело. Вроде бы как я нападаю на них, я. А они защищают святых. Я могу больше сказать, я подражаю. У меня нет лишнего веса. У меня нет имения. Я встаю рано, посты соблюдаю. Но я не вижу, что я подражаю целиком им. Моюсь. Если нужно, посидел днем, даже отдохнул. Они, видишь, сидят. Молюсь. Мало. А что в житиях описывается, то во много раз труднее для исполнения по сравнению с тем, что описывается в Библии. Если ты за их авторитет борешься, то в первую очередь надо за авторитет Писания, за авторитет Божий бороться. Да как вы против святых? А как вы против Писания? И вот ратуют. Да вы как не почитаете? Да это такой святой. Ну, в первую очередь, не знаем мы святой Леон. А во-вторых, не по Писанию. Я удивляюсь, как вы не боитесь, которые против воюют, что я говорю. Не боитесь Бога. Вот мне дано распознать, что это они делают не по Писанию. Почему я Писание, я знаю. Я в ИНИ до 10 часов проводил за Писанием. И фактически 51 год я занимаюсь Писанием. В каждой книге у меня, я делаю в среднем, 3000 выписок из священного Писания. 3000! Ну и умножьте на 30 книг, 90, то есть 100 тысяч фактически я раз обращаюсь к Библии, не считая другие книги. Дорофей Пустынник. 16 сентября. 60 лет пребывал старец в одной пещере, проводя весьма суровое житие. Он каждый день во время полуденного зноя, бродя около моря, собирал камни и созидал из них кельи, отдавая их тем, кто не мог сооружать их. Яша, говорит Палладя, однажды сказал ему, для чего ты, отче, в такой старости мучишь свое тело в лютый зной? А он отвечал мне, для того, чтобы не оно меня мучило, но я бы замучил его. Ел он каждый день в меру, лишь сухой хлеб и немного пустынной зелени, а один раз в день так же в меру вкушал и воды. Бог свидетель, что никто не видел его ни ложившимся на рогоже, ни спящим. В продолжение ночи он, сидя, плел корзины из спинниковых ветвей и, продавая их, на то покупал себе пищу. И подумал я, не при мне ли только живет он столько сурово? И, желая узнать о всей его жизни, вопрошал многих учеников его, всегда ли так строго его житие? А может, при мне только он так напоказ? И поведали мне, что он и с детства ведет такую жизнь, и по своему обычаю никогда не спал, разве лишь делая что-нибудь или вкушая пищу, смежал иногда очень. Так что много раз и хлеб выпадал изо рта во время еды. Когда же мы однажды принуждали его, хотя немного поспать на рогоже, он как бы пожалевно сказал нам, если вы когда-нибудь уговорите уснуть ангела, то уговорите и меня. Вопрос, 1862. Когда-либо церковь как-то делала ли рассмотрение житий с тем расчетом, чтобы высказать хотя бы пожелания, кому и кто должен подражать, взирая на кончину жизни их? Кому-то постящество, кому-то безмолвие, чтобы этому святому, сильному в этом подвиге и помолиться можно было бы? Ответ. Страшный вопрос. Да разве можно так вживе смотреть на жития? Они же как сказки для разинувших рот дошкольников, чтобы могли ахать и восторгаться, и на этом все закончилось. А если кто начнет так подражать, то он будет сощен умалишенным, полным идиотом. Эти тени святых еще позволяют выслушивать при них разные выдумки их. Но в жизни-то они в большинстве своем невыносимо скучны и нетранспортабельны. У них нет нисколько послушания ни Библии, ни канонам церковным. А они жизнь строили на выдумках, на вычурности вымыслов, как и куда деть ноги, бороду, язык. Вот фильм «Остров», вот там этот Анатолий священник, это вот точно так же. С ним жить невозможно. Он сапоги спалит и одеяло выбросит и все. Дуркует на каждом шагу. Псалом 118, стих 113. «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю». Паисий Великий, 19 июня. По прошествии некоторого времени преподобный, видя, что его безмолвная жизнь постоянно нарушается приходящими к нему братьями, стал тяготиться этим, ибо он сам желал строго соблюдать подвиг безмолвия. Поэтому он решил оставить ту пещеру, где прежде жил, и вместе с этим и попечение о братье своей. И вот тайно от всех он ушел оттуда и отправился в более отдаленные места пустыни. Здесь, в одном месте, он нашел пещеру, поселился в ней и три года пребывал там. И за это время сильно выросли волосы на голове его и были так длинны, что, привязывая их с некоторым искусством к колу, который был водружен наверху пещеры, он мог, не засыпая, не на минуту совершать все свои всеночные моления. Таким образом, как ночью, так и днем, он не давал себе покоя всецело, предаваясь труду, и только в нем имел покоя ради любви Божьей, которой всегда был объят. Видите, как придумывали? За бороду, за волосы, это сверху. Келья, это какая же борода-то была? Однажды Астерий, вышеупомянутый ученик святого Ильиана, это Ильян, 18 октября, сделавшийся уже сам подвижником и руководителем других, и нередко посещавший своего любимого учителя, в знак усердия к нему принес на плечах своих в дар ему большой мешок с мокву. Он нес на себе эту тяжесть в продолжение семи дней пути. Какой же народ-то был проворный. А тот из магазина сумку не может донести. Смущенный и огорченный тем, что ради него другой человек так утруждал себя, Ильян не захотел воспользоваться его трудом и отказался принять приношение. Когда же Астерий стал уверять старца, что не сложит в себя тяжесть со своих плеч, пока тот не согласится принять приношение? Тогда преподобный, хотя и тяготился принять пищу, добытую другом другого, но увидев искреннее желание услужить ему, приняло эту услугу. Вопрос 1863. Если бы к вам сегодня пришли местные батюшки и попросили дать им образец для подражания святому, то какое житье могло бы им послужить наилучшим примером? Вот какие вопросы мне задавали. Ответ. Это проще всего. Идите к житьям первого века. Или вот частично житья можно взять. Но им и этого будет достаточно. Второй офис наикистом 3.9. Не потому, чтобы мы не имели власти-то, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания и нам. Автоном. 12 сентября. По Божьему произволению остановился в одном селении, называемом Сориоз. Здесь святой Автоном принят был некоторым странолюбцем Корнилием. У него он прожил довольно долгое время и, проповедуя Христа, обратил многих еленов христианской вере. И немало приобрел он здесь душ Богу, и во множество народа собиралось в дом Корнилия слушать учения святого Автонома. Он же, подобно апостолам, проповедовал Слово Божие с дерзновением, ибо в ней действовал тот же Дух Святой, который некогда в огненных языках сошел на святых апостолов. Посредством проповеди Автонома Дух Святой возжигал сердца человеческие к любви Божией и благочестию, так что слушающие его учения умилялись и охотно воспринимали проповедь его, прося у него святого крещения. И в той местности он так много людей привел к святой вере, что дом Корнилия уже не мог вмещать в всего собрание верующих. Тогда святой Автоном выстроил христианам церковь во имя воеводы небесных сил, святого архистратига Михаила, вручая под его защиту всех новопросвещенных им. Сам же, посвятив Корнилия в диакона и поручив ему словесное стадо Христова, пошел в Ликаонию и Саврию, желая и там быть проповедником благочестия. Потрудившись в этих странах в деле проповедания Слова Божия довольно долгое время, святой Автоном снова возвратился к Корнилию. Ему хотелось посетить приобретенное им стадо Христова. Он поставил Корнилия пресвитером и вместе с ним стал служить спасению рода человеческого. Тогда эти плаклонники стали отыскивать святого Автонома, как самого известного из христиан. Но святитель, желая еще более народа привести от тьмы бесовской к свету познания истинного Бога, не предал себя в руки мучителей. Храня себя для блага церкви, святой Автоном отплыл в Клавдиополь, находившийся на берегу моря Ексинского, где и сеял семена Божии, кои падая на добрую почву ствердец человеческий, вскоре по благодати Божией принесли многие духовные плоды. Устроив здесь, как даже все, относящееся ко благочестию, и наставив верующих на путь спасения, святой Автоном опять возвратился в Сыриоз. Увидав, что число верующих здесь еще более умножилось, святой поставил Корнилий епископом, а сам отправился в Осийскую страну, где стал искоренять терния безбожия и распространять святую веру в единого Бога. Здесь, по благодати Божией, он многих избавил от заблуждения и вечной погибели, разрушая проповеденческие жертвенники и созидая в сердцах человеческих духовные храмы Духу Святому. Вскоре святой Автоном снова посетил Корнилий, порученный у паству, увидев, что все поучаются здесь закону Божию и преуспевают в добродетелях. Автоном был утешен с ним и благодарил Бога, что труды его были не напрасны, и что его духовные чадо, коих он породил благовествованием, умножились. Близ города Сыриоз находилось одно селение по имени Лимна. «Жители сего города были еще обращены тьмой видовослужения. И вот, отправившись к ним, святой Автоном стал проповедовать им Христа и, обратив здесь многих христианства, научил их тайнам святой веры, просветил крещением и через то присоединил их к избранному стаду Христову». Вот образец подражания. Он обратил больше, чем сегодня весь епископский клан патриархии. За сто лет они столько не обратили, а только какие-то дела, вот эти разводные, решает, каких батюшек куда деть, перевезти, вовремя деньги, оброк собрать, деньги, деньги, деньги. Вопрос 1864. По поступкам, какие же это писатель восхваляет в деятельности святого, можно ли сказать, что тот, о ком пишет, и тот, кто пишет благоговерие перед священным писанием и перед канонами соборов? Ответ мой. Можно только определенно сказать, что они не знали Библию. А если знали содержание, то абсолютно привратно, по самости толковали, как хотели, что им казалось вполне справедливым, то есть оправдать беззаконие. Сегодня семинарии, академии только для того нужны, чтобы окончивший их мог защитить любое беззаконие, любую неправду. А больше она ничего не нужна. Судей 176. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Главное всегда было это сделать необычно, вычурно, как еще никто не додумывался. Вот я так сделаю и попробую. Не занеси меня в монашескую книгу Гиннеса, то есть в жития, в лавстаик, в пролог, и попробую, не зафиксируй мой рекорд, не канонизируй меня. Вопль стоит об этом желание. Хотя толкует о смирении, о борьбе против гордости, как сказано, что у тщеславной из-под каждой его заплаты вопьет тщеславие и гордость. На такие их поступки, воюющие против писания и против канонов, и любят ссылаться, разжиревшие в непослушании и лени, ратуют за святого, пренебрегая Библией и канонами. Эпиграфом к житиям по Димитрию Ростовскому взято вот это место, апостола Павла, что и будем держать маяком, освещающим поступки канонизированных монахов. И увидим, что брать в пример подражание может быть только процента 3, не более того. А остальное самость на самость. Вот эти слова 13-7 евреям, взятые эпиграфом у Димитрия Ростовского, ко всем 12 томам. Поминайте наставников ваших, каких? Которые проповедовали вам Слово Божие, а потом, и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Не больше 3 процентов. Я просто делал разнос, это увидел. Вестарион 6 июня. Случилось, что один брат в ските впал в некое прегрешение. Почему священник повелел ему выйти из храма, как недостойному быть в общении с братьями. Преподобный Вестарион, вставший, вышел вон вместе с согрешившим, сказав, и я грешен. Таково было смирение святого Вестариона. Его ученики сообщают о нем, что он в продолжении 40 лет не ложился на постель, дабы отдохнуть. Он позволял себе уснуть лишь на небольшое время, причем предавался сну или стоя, или сидя. Преподобный часто увещевал учеников своих бодрствовать и всячески остерегаться вражеских искушений. Он говорил, иноку следует быть как бы оком, подобным Херувимом и Серафимом. Если кто живет мирно, не имея искушения, таковому еще более нужно бодрствовать и смирять себя перед Богом Всевышним, дабы как-нибудь, возгордившись, не впасть в какое-либо большее согрешение. Ибо по причине гордости многие впадали в брань с дьяволом. Иногда Бог ради немощи нашей не посылает нам испытаний, дабы мы не погибли совершенно. Жизнь Всего Святого Отца была подобна жизни птицы небесной, ибо никогда он ничего земного не приобретал, не имел своей кельи или какого-либо пристанища. Он скитался по пустыне, переходя с места на место, ходил по горам или лесам, подобно заблудившемуся путнику. Нисколько не заботился он о телесных нужных своих. Не заботился он ни о пище, ни об одежде. На теле его было самое бедное деяние, едва прикрывавшее на готу его. Несмотря на то, что днем его опалял солнечный зной, а ночью холод, он редко, когда входил под кровлю, он ходил по горам, как птица, ища уединения, возводя свой ум к единому Богу и лишь только на нем одном останавливая мысль свою. Мефодий, патриарх, 14 июня. Феофил приказал бить святого Мефодия по щекам, причем щелесть его была разбита до того, что на всю жизнь у святого Мефодия остался безобразный шрам. Будущим патриархом, святой Мефодия разрезал концы клобука и обвязал имя челюсть, чтобы скрыть трубец. Из-за уважения к исповеднику и все иноки, по его примеру, начали носить клобук с разрезами, вот как маленькие ребятишки. Алипий столкник до 6 ноября. «Я хочу пойти на восток», сказал он ей, «потому что я слышал, что там в пустыне живет безмолвие много святых отцов. Я поселюсь с ними и, взирая на их богоугодное житие, постараюсь с Божьей помощью подражать их добродетельной жизни». Сергий Радонежский 25 сентября Среди учеников преподобного был один по имени Исаакий. Он желал посвятить себя подвигу безмолвия и посему часто просил у святого благословения на столь великий подвиг. Когда он уже был священноиноком, он пожелал основать где-либо монастырь, а всем он и рассказал преподобному Сергию. Спустя некоторое время святой Сергий, видев всем изволение Божие, благословил Федора и отпустил его. А также некоторых из братьев святой послал строителям одного из своих самых любимых учеников Афанасия, сильного в божественном писании. Равнангельная жизнь преподобного и необычайное его смирение, труды на пользу церкви внушили святому митрополиту Алексию желание иметь блаженного Сергия своим Вопрос 1865 Какие редкие сведения можно узнать из жизни? Повторяю, Евреям 13,7 Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и взирая на их кончину жизни, подражайте вере их. Ответ Дмитрий Ростовский и другие собиратели и сочинители житей многое брали из известного им, чего сегодня даже трудно найти в словарях. Вот некоторые сведения оттуда. Иеремия 15,19 На сие так сказал Господь, если ты обратишься, то я восставлю тебя и будешь предстоять перед лицом моим, если излечешь драгоценного изничтоженного, то будешь как мои уста, они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. Житие Фадей 29 декабря исповедниками называются те лица, которые во время гонения за веру открыто исповедовали себя христианами и претерпели мучения, но остались живых. Они пользовались особым уважением среди христиан, так им было предоставлено право воссоединения церкви упадших и отрекшихся. Я всегда говорю, мне дано это право заступаться за отступников. Симон Тилот 10 мая. Но так как для гостей не достало вина, то Господь притворил воду в вино. Будучи поражен таким чудом, жених уверовал в Господа Иисуса Христа как Бога истинного и оставил брачное торжество и тот самый дом последовал с усердием за Господом Иисусом, поэтому он и был прозван Зилотом или Ревнителем. И обязательно нужно все бросить и пойти в монашество. Это монахи все. Царство монахов создали. Епифаний 12 мая. Деканист это церковная служительница из вздов или пожилых девиз в древнехристианской церкви. Служение деканист выражалось прежде всего в некоторых церковных обязанных по отношению к женщинам. Таковы, например, приготовления женщин к крещению, обучение должным ответом на вопросы крещающего, помощь епископу при совершении над ними этого таинства, помазание частей тела за заключением чела, научение надлежащему поведению по крещении после крещения, наблюдение за благочинным стоянием их в церкви и присутствование на беседах с ними, епископов, пресвятеров и диаконов. Затем на попечении диаконист находились бедные и больные, нуждающиеся в благотворительности и уходе. Это специально такие люди были. И главное, помазывать голову нельзя было. Остальные места мазать. Какие места мазали, неизвестно. Они были помазами совершенно голые. На них не было одежды никакой. Пелагея дева 4 мая. Мамона это наименование сирского божества, покровителя богатства. В переносном смысле под мамоной подразумевалось вообще богатства благоземные. Наум пророк 1 декабря. Иегова по-славянски сущий, одно из имен божиих. Оно означает самобытность, вечность и неизменяемость существа божия и постоянно употребляется в священном писании об одном истинном боге. Книга пророка Иоанна 2.2 Эпифаний 12 мая. Однако кроткий монах не мог долго быть руководителем дерзких разбойников. Непрестанные наставления обуздывания ангелов оплощи через 3 месяца стали совершенно вненосимы для демонов в человеческом образе. Если при встрече с чужатворцем иноком они упрашивали уходить с ними, разбойники, то теперь напротив умоляли святого удалиться от них на прежнее место. Отведя его туда, они устроили ему хижину. Его приняли пленным сделали разбойники, а он им проповедовал, надоел, они его прогнали, а он говорит уйду пока, когда мне дом построите. Но они хижину построили. Дальше. Память обновления или освящения храма воскресения Христова в Иерусалиме, созданного Константином Великим в 335 году на Голгофе празднуется с церковью 13 сентября. Этот праздник в Иерусалиме совершался и до ныне совершается с особой торжественностью и привлекает в Иерусалим множество поклонников. Это вот у нас Крестовозвиженская точно так же. У Ольги 11 июля. Она прожила в супружестве 42 года, а во время вступления в супружество она была девицей совершенного возраста и силы. Ей было около 20 лет. На 10-й год по смерти мужа она сподобилась святого крещения. По крещению же пожила богоугодно 15 лет. Таким образом всех лет ее жизни было около 90-ти. Сын ее Святослав как сообщает об этом летописец был убит по истечении многих лет в битве князем пшенежским курей. Куря отсек голову Святослава и ищери подделал себе чашу, оковал ее золотом и написал следующее «Ищущий чужого губит свое». Во время пира с вельможами своими князь пшенежский пил из этой чаши. Спустя 20 лет по ее кончине внук ее Владимир принял святое крещение и просветил святою верою землю русскую. Иоанн Богослов 26 сентября Эскулап сына Аполлона сказочный врач после смерти ставший по мнению язычников богом врачерства изображался с посохом обвитым змеей. Ио 6 мая и отвечал сатана Господу и сказал кожу за кожу а за жизнь свою человека да все что есть у него то есть в чужой коже человеку страдать можно в чужой коже удары не так чувствительны даже снятие этой кожи сносно но болезненно для него и он может остаться спокойным а вот попробую коснуться его собственного тела далее вопрос 1866 почему те кого признали святыми в открытую так хвалили друг друга им это не было опасным ответ нужно добавить что хвалят монахи монахов это почти всегда они в этом сословии видят верх и предел всякого совершенства не так давно почти на каждой крыше стене была броская и краткая надпись слава КПСС а писала то сама же КПСС притча 2714 кто громко хвалит друга своего раннего утра того сочтует за злословищего самого звания монаха монахи превознесли превыше всего что говорит библия состояние уверовавшего человека принятого в число спасанных вступление в монашество уже есть обольщение что он не таков как прочее хотя под видом смирения столько удалений беготни по горам но как только представится случай его вызовет на кафедру то никто его же и узнать не может точно так же как у нас простой монах где-нибудь на клиросе пел но вот его провели перед ликом патриарха и президента между двух огней как на приеме Ченгисхана и он уже теперь патриарший хлебопек или начальпий его невозможно узнать уже через год он оперился зацвел и принес в одну ночь плоды как жезл поставивший его власти и он уже никогда как и ни один из двухсот епископов и слова не скажет вышестоящим мирским или духовным властям вопреки проглотили язык и у них безмолвие в отношении властей превышает молчалищество всех молчанов пещеры так и тогда было они такие же безликие близки нам по грехам Ефрем Сирин 28 января тогда Ефрем желал видеть святого Василия взял с собой переводчика его не умел говорить по-гречески святой Ефрем он сирианин пошел с Кесарю Каппадокийскую он нашел святого Василия в церкви поучающим людей и начал славить его громким голосом говоря воистину велик Василий воистину он есть столб огненный воистину дух святой говорит его устами тогда некоторые народ стали говорить кто этот странник так восхваляющий архиепископа не встит ли он ему чтобы получить что-нибудь из рук его после отпуска старковного когда преподобный Ефрем вступил в дружескую беседу со святым Василием последний спросил его почему ты так прославлял меня преподобный Ефрем ответил потому что я видел белого голубя сидевшего на правом плече твоем и говорившего тебе на ухо то что ты вкунушал людям кроме того огненный язык вещал твоими устами нато святой Василий сказал ему поистине я вижу ныне то что слышал о тебе житель пустыни и любитель безмолвия так пишется и у пророка Давида 59 9 Ефрем крепость главы моей и он раскипетр мой и он начинает прославлять Ефрем поистине к тебе относятся эти пророческие слова ибо ты многих наставил на путь добродетелем и укрепил в ней крота же твоя и незлобие сердца сияет для всех как свет Аминь во славу Божию